Клад. Уже само это слово будоражит. Кто-то приобретает металлодетекторы и делает поиск сокровищ смыслом жизни. А кто-то решает, например, отремонтировать старый дом в еще более старом районе города и случайно находит чью-то заветную кубышку, шкатулку, коробку или просто сверток. Именно такая история произошла недавно в Коврове. Горожанин, пожелавший остаться неизвестным, затеял капитальный ремонт дома. Во время работы под старой обшивкой стены обнаружился сверток. В шелковую ткань была завернута пачка с сигнацией и стопка старинных открыток. Что касается найденных денежных знаков, то они большой исторической и коллекционной ценности из себя, пожалуй, не представляют. А вот открытки действительно интересно рассматривать, особенно если прийти на то же самое место, откуда фотограф вел съемку 100, а то и 120 лет назад. И места эти до сих пор очень и очень узнаваемы. Денежная часть клада примечательна тем, что в ней представлены как царские ассигнации, например, знаменитые Катеньки, Петры, так и казначейские билеты молодой Советской Республики. Поэтому клад можно смело датировать 20-ми годами прошлого столетия. Возможно, человек, спрятавший такие разномастные купюры, не исключал, что советская власть продержится недолго, и старые деньги еще могут вернуться. А ведь один только Петр номиналом в 500 рублей был эквивалентом жаловни учителя за два года. Кто же спрятал такой сверток? И почему в нем вместе с банкнотами оказались еще и открытки с видами Коврова? Коллекционировать открытки в то время, наверное, все-таки мог человек, во-первых, с хорошим образованием, возможно, поэтому, возможно, это образованный мещанин, возможно, учитель, или человек, у которого в любом случае имелись на это средства, тогда, возможно, это купеческий клад. Найденные открытки особенно порадовали ковровских краеведов и историков. Большей частью открытые письма, как их тогда называли, не подписаны и никому не адресованы. То есть человек, спрятавший клад, действительно собирал коллекцию. И в нее вошли снимки города, которых доселе не было ни в архивах, ни в музеях. То количество фотографий, которые представлены здесь, действительно, это уникально. Здесь виды ковров, которые, скорее всего, даже и не встречались ранее. И здесь полная панорама коврова. Среди узнаваемых уголков коврова на открытках представлены торговые ряды, и здание женской прогимназии, и вид со стороны Клязьмы, и, конечно, Рождественский собор. Самый древний в городе, заложенный по преданию самим Андреем Боголюбским. И выполненный в камне уже в 17 веке. Нашедший клад ковровчанин еще не определился, отдать его в музей или оставить в личной коллекции. Но ученые уверены, что в любом случае находку необходимо экспонировать. Для всех, кому интересна история города. Олег Беспалов и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.